Итак, всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать, какую новую камеру я купил. И прежде чем ставить дизлайк, писать в дневный комментарий и выключать это видео, я скажу такое, что сейчас на YouTube стали заходить огромные продакшены с офигенным качеством и люди стали судить по одежке. Они смотрят картинку, качественный звук и как бы продолжают это смотреть, подписываются и так далее. Когда раньше в каких-то бородатых годах говорили, что бери там какую-нибудь беспонтовую камеру, телефон и начинают это все снимать, сейчас такая уже тема не сильно катит. Во-первых, потому что качество картинки не очень. Вот допустим, сейчас снимает топовый телефон и вот допустим вот здесь видите, вот это все как бы там как муравьи бегают, то есть картинка некачественная. Вот картинка плоская, баланс и вот это все. Ну короче динамический диапазон никакой. Я в свое время, когда снимал на вот эту камеру, это Sony NEX 5. Вот такая компактная беззеркальная камера. И я был, кстати, очень прав, что я не покупал зеркалки. То есть сейчас рулят без зеркалки. Изначально, когда я сказал, что я купил вот эту камеру беззеркальную маленькую компактную, мне сказали, слушай, ты что, ну купил бы какой-нибудь Nikon или Canon. Но потом стали эти все канонисты-никонисты понимать, что Sony все-таки предвидели эту ситуацию и пошли таким путем. Сейчас же Canon и Nikon тоже стали выпускать беззеркальные камеры. И в общем зеркалки это только как бы для фото. Для видео нужна беззеркальная камера. Так вот, когда я взял вот эту камеру в 2011 году и начал снимать, все очень жаловались на качество картинки. То нет фокусов. Набили больстер? Давай, сука, нын. Чё ты камера мать? То нет резкости, то еще что-то. Когда я начал делать на клинках ручной сатин, это невозможно было отснять, показать, потому что эта камера снимала Full HD. В Full HD сильно не покажешь детализацию. И, кстати, маленькая батарейка здесь. Ну, то есть садится быстро, качество никакое. Какую я купил новую камеру? Я купил полнокадровую Sony A7 III. Эта камера выпустилась где-то два с половиной года или два года назад. Это большая матрица, она просто огромная. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. Короче, допустим, в телефоне там матрица, она просто вот такая вот с ноготок. Просто малюсенькая. Но здесь она не масштабная один к одному нарисована, здесь она меньше. Эта камера, как я смотрел многих блогеров, многих операторов больших продакшенов, которые давали интервью на определенных каналах, все снимают на вот эту камеру. Нигде это не афишировалось, но сказали, что снимают на эту. Мне картинка там безумно нравится. Это все стоит очень дорого. Я взял БУ-камеру. Она с небольшим пробегом. У нее было на момент покупки 680 или 670 кадров. То есть было две камеры таких. На одной пробег 800, на одной 600. Я забрал 600. Эти камеры купила одна фирма. Они снимали на Красной Поляне какой-то проект. Как отсняли, завершили проект, они эти камеры просто сдали как там фото, типа барахолка или что-то типа того. Я приехал туда и купил эту камеру. Вышло не намного дешевле, но дешевле. Все-таки это дорого. Я покупаю со своего кармана. Такому маленькому каналу, как мне, это тяжело. То есть никакой рекламы на канале не присутствует там, да, никаких этих. То есть прихода от YouTube нет. Если некоторые думают, что от просмотров я там получаю много денег, то это... Ну, то есть за год можно только на флешку заработать. В общем, вот сама эта камера. Вот так вот она выглядит. Это китовый объектив. В дальнейшем я планирую купить на нее объектив CASE. Пару объективов Sony, потому что это, как вам объяснить, видите, там есть f3.5, 5.6. То есть это не прикольно. То есть, ну, хотелось бы вот этот объем, который вам так нравится. Вот это, да, такая воздушная картинка. Вот это вот все как 3D. Вот эта камера, она будет давать, даже на китовом сейчас объективе, будет давать такую же примерно картинку, как и та камера. Но в чем плюсы этой камеры? У этой камеры... У этой камеры я потерял аккумулятор. Нет, нашел. В общем, у нее вот такая вот огромная батарея. Просто вот такая зверская, вот такая толстая, жирная батарея. Почти в три раза больше, чем у меня на предыдущих камерах. Сейчас я вам покажу. Покажу? Нет, не покажу. Вот сейчас покажу. Сейчас я вам покажу размеры матриц. Вот у меня предыдущая камера была Sony A6500. Я вам покажу, какой сенсор был там. Смотрите, вот это кроп-камера. Вот такая здесь матрица, которая у меня до этого была A6500. Там такая же матрица. Смотрите, какая матрица здесь. Она просто гигантская. И разница эта очень колоссальная. То есть вот такие матрицы, они выдают офигенную картинку. Больше динамического диапазона. То есть будет больше полутонов, больше вот этого всего. Ну, не буду сейчас этим грузить. И давайте вот сейчас вы посмотрели картинку, как снимает телефон. И сейчас я поставлю вот эту камеру. И вы посмотрите, насколько вот в этом всем, вот в этом всем станет картинка объемная и красивая. То есть не будет вот этого плоского. А, микрофон не подцепил. Ну ладно, давайте сейчас запишем на стандартный микрофон. Но я потом еще покажу, в чем разница, если подключить вот этот микрофон. Слушай, братан, ты что такой спал что ли? Не умывался? Ну ладно, мы тебя потом причешем. Ну вот, хороший автофокус. То есть можно камеру что-то показать. Она сфокусируется. Обратно сфокусируется на моем лице. И это очень классно. Камера еще пока не настроена. Нужно будет на ней настроить картиночку, цветовые профиля и все такое. Я не занимаюсь покрасом, ничем таким. Я вот сразу снимаю как есть, получаю вот такую картинку и ее сразу монтирую. В общем, видите, как появился воздух. То есть то, что было у вас вот здесь и вы могли это все прочитать. Сейчас это все вот так вот объемно. То есть вы как попадаете в такую 3D картинку. Это выглядит очень классно. Ну и давайте сейчас я подключу микрофон и вы услышите, насколько звук стал лучше. Ну и вот теперь можно будет оценить звук с микрофона и насколько это качественнее все становится. Я же говорю, в планах докупить эти объективы, но это наверное будет не скоро, потому что объективы стоят дорого. Хочется одно купить цейсовское стекло и еще какой-нибудь светосильный ширик. И в чем плюс этой матрицы? То есть сейчас 28 миллиметров я нахожусь возле камеры. Я не знаю, ну вот как я руку даже не вытягиваю, я вот так сейчас вот. Ну тут от меня, наверное, сантиметров 30. Когда я купил полнокадровую камеру, я могу сделать фокусное расстояние 50. Отсесть буквально на метр, вы меня видите, а я вот рукой достаю вот до объектива. То есть даже особо не тянусь вперед, просто вытянул рукой достаю. 50 миллиметров, вот. Это очень круто, это очень классно. Поэтому теперь буду снимать на эту новую камеру. У нее, я же как сказал, почти в три раза больше аккумулятор. Не будет прерываться съемка, потому что камеру, предыдущая камера отлично снимает. Но ее нужно просто, вот вы ее поставили, как блогер, да, сели за столом и что-то рассказываете. Вот у меня же камера, она то там стоит, то здесь стоит, то туда я ухожу, в другое помещение, к фрезеру. Там нет розеток, то есть я не продумывал так, чтобы можно было питание сразу. Ну то есть это неудобно, это в основном шло бы все провода через меня, я бы спотыкался, мог бы уронить камеру. В общем, это не круто. Эта камера может работать, я как смотрел, пишут, что 2,5 часа на одном аккумуляторе. Докуплю еще один аккумулятор и 5 часов. Я много моментов именно упускал из-за того, что у меня садилась просто камера. То есть я начинаю снимать, ну допустим, нажимаю запись, начинаю слесарить клинок. И потом она бомс, и через секунду, через две я просто не смотрел, там сколько процентов оставалось. И она вырубается. Вот и все, это были неудобства. Теперь буду снимать на новую камеру. Вот, давайте на подсяду поставим 28 миллиметров обратно. Вот, и продолжим это все снимать. И как вы заметили, я же говорю, появился объем, то есть видите ладонь уже в размытии. Как мне изначально говорили, типа смысл вкладывать деньги в аппаратуру, если разницу никто не видит. Разницу видят, видят все. Ну просто не хотят признавать, не хотят вы так вкладываться. Типа никто не оценят, оценят. Вот так вот. И обязательно, чтобы эта камера писала 4К. В чем плюс, эта камера пишет 4К со всего поля матрицы. В основном использовались как? Были полнокадровые камеры, да, с большой матрицей. Но писали, допустим, они видео с центральной области вот этой матрицы. То есть вот с такого кусочка. Ну и смысл тогда в этом все. Так что вот такие дела. И пишет она, по-моему, 6К. И сама в себя перегоняет 4К. То есть вы отсюда уже с флешки скидываете 4К ролики. И у нее два слота. И мне очень понравилось, на один слот я запрограммировал, что пишется видео на одну карту. На вторую карту пишутся фотографии. То есть я фотографирую, и у меня там только фотографии находятся. Они друг другу не мешают. То есть фотографии тоже очень много занимают места. И это очень удобно. Ну вот такое вот видео. Я думаю, если кому интересно было, ставьте лайки. Задавайте вопросы. Если что, помогу. Много людей пишет. Я рассказываю, как, что, как снять. Что взять, что купить. Какие объективы и так далее. Потому что вы сами видели, качество картинки растет. Я из той камеры уже выжал максимум. Я сейчас, наверное, из любой камеры могу выжать. Именно из такого плана, как фотоаппарат. Хотел купить себе кинокамеру. Смотрел либо Blackmagic Pocket 6K. Но она шла с сенсором Super 35. Это как раз таки вот этот кроп-версия. С кроп-фактором 1,5 или 1,6. Ну, в общем, такая же матрица, как на предыдущей камере. Но это была кинокамера. И смотрел другой вариант. Это камера Z-Cam. Тоже меньше матрицы, чем вот здесь. Кропнутая. Но фишка в том, что я ее мог взять. Примерно по стоимости одинаковые были. Но там нужно было много чего докупать. Докупить экран, потому что там экрана не было. Докупить батарейку. Докупить объектив. И это вышло бы намного дороже. Я же говорю, если бы этот канал приносил на рекламе хорошие суммы, давно бы у меня стояла бы такая огромная камера, как в Голливуде. Там какая-нибудь Sony CineAlto. Снимались бы на объективы это все. Там Sony G-Master. На данный момент это очень дорогие, очень качественные стекла. Они могут разрешать картинку огромных сенсоров, много мегапикселей. Кто скажет, допустим, Стас, что ты паришься покупать какие-то себе Sony объективы, там G-Master или там Carl Zeiss. Возьми себе через переходник прицепи Helios или еще какой-нибудь объектив. У меня есть эти объективы. Я через это прошел уже несколько лет назад. Может года 4 назад. И они дают такую мыльную картинку. Они не разрешают сенсоры, которые сейчас вот в современном мире. То есть да, они тогда были крутые. Но когда я вам пытаюсь показать какие-то блики, какие-то тоненькие сатин, те объективы они не разрешают. Вы просто будете видеть матовый клинок, но вы не увидите вот этих вот полосочек или еще чего-либо. Ну вот как-то так вкратце рассказал. Если нужен будет подробный обзор, я сделаю сравнение. Так что ладненько. Всем пока.